Беларусь уверенно держится на второй строчке медального зачета на вторых европейских играх. На утро четверга в копилке национальной команды 48 медалей. 16 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых. Сегодня еще 4 медали в копилку белорусской сборной добавили представительницы Гомельской области. Утром Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарках на дистанции 500 метров. А после байдарка четверка в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Надежды Попок и Маргариты Махневой пришла к финишу второй. И принесла сборной Беларуси серебряную медаль. На второй половине дня представительницы нашего региона Ольга Худенко и Марина Литвинчук взяли еще одну бронзовую награду в гонке на дистанции 200 метров. Успешно выступила иконаистка Елена Ноздрева. Она завоевала золото на дистанции 200 метров. Предпоследние гонки этих соревнований Марина Литвинчук вырывает золото на дистанции 5000 метров. Таким образом, грибцы Гомельской области принесли шесть медалей на вторых европейских играх. Состоялись первые поединки 1-16 финала Кубка Беларуси по футболу. Представители элитного дивизиона подтвердили свой класс, обыграв представителей первой лиги национального чемпионата. Речицкий спутник на домашнем газоне не смог оказать серьезного сопротивления Батэ. К перерыву действующие чемпионы высшей лиги создали необходимый задел для победы. Тоуминя, Натхо, Сорока и Симович сделали счет 4-0 в пользу борисовской команды. На 71-й минуте Козловский, реализовав пенальти, сократил отставание. Вскоре Вильямсон восстановил преимущество гостей в четыре мяча. Последнее слово осталось за речицкой дружиной. Шрейтер на 86-й минуте установил окончательный счет матча 2-5. В других поединках Витебск был сильнее Слонима 2017-3-1. Солигорский шахтер обыграл Смолевичи 2-0. Столичная «Динамо» с таким же счетом одолела Микошевичский гранит. Оставшиеся поединки 1-16 финала Кубка Беларуси пройдут в конце июля. За путевку в 1-8 финала будут бороться и представители нашего региона. Это футбольный клуб «Гомель», «Мозырьская славя» и еще один представитель областного центра «Локомотив». Форвард Александр Феклистов покинул стан Жлобинского металлурга. Хоккеист стал игроком Столигорского шахтера. В минувшем сезоне россиянин стал лучшим бомбардиром Столиваров. На его счету 35 результативных баллов в 57 встречах. Гомельчане отправились на чемпионат Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В сборную Беларуси вошли Денис Евсеенко, Андрей Шимбалев, Вячеслав Чуишков, Анна Буракова и Полина Слесаренко. Завтра на татаме выйдут Денис Евсеенко, Андрей Шимбалев и Полина Слесаренко. На 29 июня выступит Вячеслав Чуишков. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин